В республике выбрали двух кандидаток для полёта в космос, основную и дублирующую. После изучения научной полётной программы и согласования с Роскосмосом, они отправятся в РФ. Там пройдёт их подготовка. Планировалось, что женщина-космонавт из Беларуси полетит к МКС осенью этого года. Однако из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22» дату перенесли на полгода, на весну 2024. 20 апреля завершается регистрация на централизованный экзамен. Проводиться он будет впервые. По форме и сложности задания схожи с ЦТ. Проверка знаний пройдёт 14 и 21 мая. Результаты необходимы для получения аттестата об общем среднем образовании, который вместе с сертификатом вручат на выпускных вечерах 10 июня. В стране в шестой раз с начала года снизились цены на автомобильное топливо. Так, 92-й обойдётся в 2 рубля 30 копеек, 95-й дизель в 2,40, 98-й в 2,62. Предыдущее уменьшение стоимости, напомним, произошло неделю назад. Последнее подорожание было 28 июля 2022. Разница на начало года – 32 копейки. Могилёвская область практически полностью обеспечена собственными продуктами питания. Плюс идут поставки товаров на экспорт. Так, за прошлый год поголовье птицы выросло на 15%, свиней – на 13%, зерновых и зернобобовых выращено на 14% больше, чем в 2021. Картофеля – на 46%, овощей – на 31%. Кроме того, в целях импортозамещения начали выращивать арбузы, грецкие орехи и голубику. В Беларуси 22 апреля пройдёт республиканский субботник. Половину денежных средств планируют направить на реконструкцию мемориального комплекса узника Мазарического лагеря смерти. Там во время войны фашисты уничтожили около 20 тысяч человек. Ещё 50% перечислят на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодёжи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.